Как правильно посадить саженец в условиях Сибири, где неравномерный снежный покров, где может вода застаиваться, где вообще мороз может наступить неожиданно, и оттепель также. Так, предлагаю универсальный способ для всех культур. Да, одни культуры держат влагу, но они могут прожить 10-20 лет и все-таки в основании корневой шейки сгнить. А такие, как абрикос и груша, те пропадают за 1-2-3 года. А посадка, вот видите ямку, вот такая посадка в эти ямки, она смертельна тем, что выпал снег. Даже если небольшой снег, все равно смертельный, так как почва промерзает. Это вы сказали Сибирь, а я еще добавлю северные регионы России, европейской России. Итак, пока промерзло, а снега бывает 30 сантиметров 50, а где-то, вспомните Тюмень, вспомните, допустим, снежные регионы. И пока он тает, здесь образуется лужа. Лужа, лужа, замерзает. Да, ночью замерзает, кора рвется. Поэтому предлагается альтернатива. К сожалению, на 10 публикаций вот так, нет, не так, на 1 публикаций приходится 10-100 публикаций вот таких. До сих пор. Все еще учат это. Чем лучше метод посадки на холме и как он делается? Так, чем он лучше? Тем, что здесь проветривается корневая шейка. Здесь чуть раньше, на неделю, на две, на три, исчезает снег. И корневая шейка остается сухой. Я всегда привожу пример леса. Если мы сейчас зайдем в лес, вот там перед нами тысяча слофин или там тополей, и вы везде увидите, что они на холмах. Никто на холмах не садил. Они сами себе сделали холмы. Этот холм насыпается просто на землю? Теперь варианты. Идеальный вариант – это нетронутая, абсолютно нетронутый дерн. Там под дерном за сотни лет, и даже здесь может быть. Вот, если тут никто не пахал, то тут сотни лет, а может тысячи, сложилась полная инфраструктура подземная. То есть все готово, заходи и живи. Да, заходи и живи. Там должны жить корни. Они не могут жить в искусственных ямах. Что такое искусственная яма? Сейчас я вам объясню. Значит, вы видели сами такие передачи. Делается яма где-то метр на метр на метр. Может быть поменьше, 80 на 80, все равно большая. Потом рядом 10 мешков, 10 этих ведер. Туда насыпается нетипичная земля для данного региона. Саженец в итоге думает, что он живет в идеальных условиях, а первая зима сразу вносит коррективы. Да. Перечислить 10 пальцев. Это все понятно предельно. А теперь так. Вы расскажите, какая земля здесь используется. Здесь используется земля практически, на которой гнилостные процессы давно закончились. То есть это уже вызревший перегной плюс 8. Да, 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 да. Но дело в том, что тут так получается. Ничего сюда не задаем. Дайте мне лопату. В центре роется яма ровно под размер горшка. Сколько мы здесь насыпали? Две-три тележки? Здесь ровно две тележки. Вот уже холм раздается. Вот он раздается. Вот он раздается. Естественно, что в идеале, согласитесь, середина лета. Поэтому мы... В терниевой системе можно сажать какого угодно. Ну, лучше все-таки весной. В крайнем случае осенью. И это уж если совсем вот некую... Вот как неделю назад приезжали, забрали саженец, а мы предупреждали, опасно жара. Вот. Готовим. Горшок разрезаем. Друзья, самый важный момент, наверное. Горшок не пытаемся сберечь, мы его режем. Только так. Нам сохраним саженец. Только так. Нам важнее саженец, а не горшок. Прощай, Горшок. Так, помогайте. Давайте вот так вот. Ага, давайте так. А теперь, как будем садить? Давайте аккуратненько. Нам главное сохранить задком. Ага. Так, посмотрим, где белая пятнышка. Вот она белая. Тогда, вон туда, 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 на ГЭС. Смотрят. Ага. Ага. Все-таки, в основном, сохранили. Вот. Теперь так. После этого мы привезем сюда еще две-три тележки. Сам холм должен быть как можно больше. Теперь, когда он станет больше, где-то метра полтора от этого штамба. Вот так, сейчас немножко неровненький, вот, мы можем позволить себе из всех удобрений вот так по краю на будущее обсыпать древесной золой и перегнившим перегноем, то есть старым перегноем. Вот так вот. Он со временем еще пользуется этим. Но сам принцип такой. Смотрите внимательно. Вот это смотрит на ГЭС. Видите, пятнышко. Это значит, что выкапывали мыло, оно точно так же смотрело. То есть здесь важно соблюсти, как дерево росло по сторонам света изначально, так и его высаживаем и на постоянное место жительства. Совершенно верно. В чем шишка? Сейчас фишка в том, что, я объясняю. Не спроста здесь. Не спроста. Тут получается так, что если солнце, видите, сгло на южную сторону саженца, да, а ледяные ветры, ледяные, обжигали на север. И мы это знаем со школьной биологии. Я только рот открыл, ваш помощник, что сказал? Ищите север по мху, правильно говорит. А вот это когда мха нету. Видно будет? Спил. Как мы здесь найдем юг, а как мы здесь найдем север? А что, вот смотрите, сейчас, я помню, как бы, я же говорю, я специально мне по заказу перепильщики отпилили вот этот вот блин. Так. Вон он север, куда я показываю, смотрите. Видите? Вот. А теперь смотрите, давайте разбираться. Вот это солнце, ой, солнце, это мороз обжигал. Так, самое лучшее место у него это запад. Вот сейчас у нас после обеда, посмотрите, солнце, самое жесткое, это самое лучшее, да. И утром неплохо. Знаете почему? Никогда, ни разу в жизни не было ветра с востока. Никогда. Там у вас горы. Вот именно. И получается, что здесь тоже неплохо росло. Ну и в другом месте все будет по-другому. Юг, где жарило? Юг, где вот сейчас, смотрите, это вот примерно как сейчас. Ну, чуть-чуть уже, как называется, состояние чуть уже отошло на запад. Ну, в общем, понятно. То есть, это сам смысл, для чего мы делаем пятнышки. То есть, соблюсти те же самые условия, которые были изназначены. Это очень важно, и, к сожалению, плодопитомники этого никогда не делают. Второй момент. Если вы думаете, что сейчас я возьму воду, конечно, смотрите, в чем опасность. Вот. Вода... Размоем. Вода, нет, не в этом, размоем, само собой. Вода скатывается. Скатывается. Поэтому, хочешь не хочешь, мы делаем пологие холмы. Больше всего, видели, мы там делали съемку, вот такие холмы были именно у абрикосов. Больше всего боятся мокрого снега. Выпревают. А мои уже не выпревают. Это благодаря холму. Но, еще раз говорю, еще несколько тережек придется. Вот. Поливать, полива, это, даже когда дождь пойдет, все равно все смывает, корни могут быть сухие. Поэтому периодически можно подкладывать. Ну, и за 2-3 года, я полагаю, если так освоит абрикос. А потом корни будут вот тут, и как бы не поливали дожди, как бы вы, допустим, поливалкой не поливаете, вся вода будет там, где кончики корней. Там, где деятельная корня. Да, но и опять не все. И опять не все. Вот это вот. Секатар. Ага. Не готово. Есть такое понятие, я практически один пропагандирую. Есть такое понятие, как предпродажная подготовка. Жалко. Казалось бы, прекрасный саженец. Холмы сохранили процентов на 90, правильно? Пытался разрушиться. Почему? Он такой молодой, ему всего от роду. Май, июнь, июль. Три месяца. Холм еще плохо сформирован. Просто мы были вынуждены в это время, не дожидаясь осени или весны. Поэтому холм чуть-чуть не разрушился, правильно? Чудом посадили. Но, как бы то ни было, пересадка на новое место, стресс. То, что холм чуть-чуть нарушился. Вот. Смотрите внимательно. Вот это лишнее, если холм хороший. Все равно, как бы ни было, но 100%, как допер, не выкормит. Раз. Вот. А теперь я выкапываю еще один саженец. Это уже быстро. Это бы я взял дикаря непривитого. Ну, по принципу, ну, жертвуем ради науки, ради людей. Поэтому сейчас мы его выкрасываем. Видите, как плохо сохраняется, да? Вот. И мы его же сейчас... Обратили внимание? Мы его же сейчас снова посадим. Как это будет выглядеть? Теперь это грубая работа. Ну, смотрите. Это называется открытая корневая система. А корешков-то с Гулькин... Так нет? Да, да, да. А заметили с горшка? А заметили, что это... Они при выкопке не были покалечены. Вот они все называются всасывающие корешки. Все на месте. И тем не менее, вот такая история приключилась. Что мы делаем? Мы его точно так же посадим. Так? Но, чтобы это все выкрасывало... Он и такой примется. Если весной или осенью, он и такой примется. Но он сразу будет болеть. Всегда вот эта часть должна давлеть над этой. Внимание! Вот все, что я вам оставил. То есть сопочинение корневой... Корневая должна давлеть, да. Ну, тут не буду я про это, про волчки. Вот эта ценнейшая часть, с этого места дерево берет питательные вещества, задает сюда фотосинтез, и глюкоза поступает к корням. И все, кто заставляет людей отрезать их, вот эти нижние скелетные ветки, это страшная ошибка. Глюкоза идет на питание этих самых плодов и грибов. И вся вот эта вот микориза, все-все-все питается вот отсюда. Вот это не лишнее. Это волчок, который чуть ли не проклят. Он должен оставаться на дереве. И вот таким образом мы с вами, что имеем, пятнышко, вот оно, так. То есть мы сейчас так же посадим на холмик его? Да, но уже садить не будем. Просто вот этот чай замазывается, вот. Это, чтобы не закопать. Второе предназначение пятнышка, это не просто, еще не только север-юг. Чтобы не стоит его закопать, и он заболеет. Вот вы сейчас показали, каким образом поступать с саженцем с открытой корневой системой. Да, сильнее обрезка. То же самое север-юг, и не закапывать пятнышко. Там-то можно было не бояться с комом земли. С этим. Все, да, с этим? Да, все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...